всем привет сегодня у нас не уралвесовод сегодня suzuka grand vitara 2007 года выпуска автомат 2 литра движок давно про suzuka я что-то не снимал тут чем у меня на suzuki случилось короче вот покажу электродвигатель печки накрылся вот он электродвигатель это вентилятор разобрал тут всю эту бардачок тут легко достается его там отгибаешь вот эти края вот тут и у нас вылазит фильтр снял тут заодно выбил он грязный весь был такой вытряхивал чтобы чистый стал по идее на поменять уже новый купить и тут где купишь у нас ничего нет и вот эту штуку снизу надо было снять ну или как снял короче вот это снизу штучка такая стоит как они называются защелки такие какие-то крепления три штуки и когда они там туда как внутрь доставляются там в углублении как достать их короче еле как достал как-то так непонятно сделано тоже как-то бы сделали чтобы раз нажал там и и она вытащилась то пришлось наглую одну вытащил а две вернее вылетели а потом вторую так потихоньку как сверху оттуда вот сюда давил придавливал так рукой и так раз она вылезла кое-как это думаю доставать буду сломаю что-то пластмасский потом их найдешь защелочки и короче вот тут такой вид тут фильтр вставляется и здесь вот выведу фильтр весь в листьях был вот здесь вот все листья палки какие-то были пыли столько как мы это наподобие пуха что-то какого-то что ли какой весь в пуху тут здесь почистил все сейчас более-менее нормально стану хорошо фильтр задерживает всякую грязь так бы считай вся эта параша летела сюда в машину проводок тут офигеть тоже сунука вот это желтый это подушка безопасности вон там она сверху стоит подушка так что сделано мощно труба такая здесь под панелью тут у него такие трубы идут печка кондиционер ну зачем вот это отопитель сам все так сделано как-то по уму главный ну как у нас почти что почти как у нас как возик но тут еще вот такая штука стоит сверху типа как заглушают шум печки видео тоже продумано все сделано так вот сюда так она это где-то было снял здесь одевается сюда одевается сюда короче снял двигатель кучу разума крышку вот эту снял снял вентилятор и вот здесь смотрю столько грязи вот тут все в грязи и потом давай вот она выбивать и он тут греть отсюда вот вылетел из этих дырок его час ночью понятно что короче скорее всего щетки то сейчас короче чё буду пытаться что-то разобрать двигатель а вот эти два откручиваю и посмотрим что-то внутри так чё ну все разобрал разобирается вообще пять секунд все резко покажу что внутри какая гадость офигеть какой-то мусор вот какой-то пыль какие-то эти мухи какие-то якорь не заедал ничего как бы крутилась нормально еще все провода ки мощные обычно на таких роторах он на наших печках вот на урале допустим разбирал а там на других каких-то наших машинах на уазиках всяких там вот эти провода не тоненькие такие это намотка она даже на малых оборотах рукой так вот я включал сейчас такие держишь так тяжело так держать так крутится это с таким усилием большим и чё короче чё вот как заметили коллектор тёрся весь он уже до пластмасски вот видно там но я знаю вот пластмасса здесь уже тут их не поменяешь никак ну где-то может и меняют конечно я не спорю куда-то отдать где-то может и сделают в перми есть там организация движки делают электродвигателя стартеры всякие разбирается как берешь вот здесь пружинка вот это она туда внутрь стоит ее так раз поднимаешь и сюда она встает вот она встает сюда такое специально прорезь такая есть чтобы она туда не соскальзывал сторону никуда и все и щетка уже свободно и потом его раз так спокойненько раз остается вся эта ерунда весь щеточный узел щетки вот они все уже тоже стертые почти до конца вот они торчат вот четко торчит сейчас другую вот другая тоже вот она торчит уже ели к щетка не достает и она вот то работает у нее работает еще вот здесь тем более пластмасса уже начала проявляться вот пружинка сюда раз заскакивает а когда я ставишь на 1 и туда давить на щетку тоже так по уму все сделано все просто короче все просто и как бы не в ремонте удобно раз и пружиночку поднял снял а то обычно на наших моторчиках ренчу разберешь на на наших разбирал помню вон с урала помню моторчик дело тоже в лесу как-то сломался на печке как раз зимой мороз был минус 30 я в кабине там сидел разбирал его делал в лесу ну как чё никуда не уедешь потому что печка это не работает все равно надо делать так и так и печку разобрал и там прям в крышке вот в этой якорь что вставить сюда щеточный узел сюда так неудобно сделано крен вставишь одной рукой там как-то держал другой рукой но тут щетки эти направлял одну щетку потом другую надо сжать тоже чтобы на тупо залезла чтоб щетки засунулись туда ну вот раз вал зашел туда коллектор сам такая геморрой такой так сделано по опыты плохо но неудобно разбирать made in japan mitsubishi ничего себе сама suzuka видимо не делает генератор тоже mitsubishi тут номеров столько много главный значок mitsubishi номер стоит потом не снизу еще номер один и снизу hitachi limited 220 ватт такой мощный двигатель моторчик покупал на урал там какие-то разные были два моторчика один что-то 20 ватт что ли вообще то ли 20 то ли 40 я который мой мощный взял самый самая большая которая мощность чтобы он нормально крутился то тоже моторчики мини моторчики какие-то делают которые нихера не работает потом я в интернете буду еще смотреть найду может знаю может как-то вот эти коллектора делают запасные они продаются как зима так печь касала ломается как обычно закон мерфи на смартфоне было приложение типа запчасть если упала какая-то на пол то обязательно она укатится туда в такое место где не найдешь никогда и самый отдаленный угол уголок куда-то укатиться так продолжаем делать дальше моторчик отопителя ездил в перь вчера нашел там фирму одна фирма есть называется генераторы стартеры и стартеры генераторы они короче занимаются ремонтом стартеров генераторов потом других электродвигателей заранее позвонил спросил горючают сделайте не сделайте агрюль другого города там ну-ка я привезу вы мне сделаете чтоб я сам забрал где-то часа два-три наверное времени примерно может делали где-то взяли с меня за это две с половиной тысячи в интернете тут смотрел можно было по идее купить моторчик целиком там какие-то были по 2 500 где-то так вот но китайские какие там понятное дело ждать там дней шесть-семь пока он придет потому что в наличии так вот не купишь нигде даже перми наверное вряд ли где-то найдешь конечно может где-то есть ну где их найти где-то на втором рынке может это или где я не знаю это ходить я спрашивать узнавать надо по перми по всем по всем этим магазинам короче геморрой про чего ты отдал сделали мне все готово счеток у них опять правда не было просил у него люди счетки то найти они видят товары при камере съезде магазин там есть такое съездил туда в этот магазин там на самом деле там на первом этаже прям заходишь там чё только нету у них такие как витражи стоят стеклянные там всякая ерунда там попутная кнопку купил на болгарку еще поставили чтоб показать с родными щетками ну как бы запас хода еще есть у них но чего не ставлю их не хочу я их ставить все равно они уже такие изношены как бы маленькие короткие ну насколько то хватит по идее даже эти если оставить там же на том коллекторе это изношенный он был на старом вот он какой износ на высота миллиметр на раз где больше наверняка раз вот здесь выработка на одну щетку провод длинные другой короткий так бы оригиналы конечно я бы поставил и все с клеммами вместе они получаются вот эти клеммы там здесь можно нажать и вытащить на там язычок отогнуть и вытащить эту клемму все поменял поставил и вперед а так придется мне перепаивать ну паяльник у него перепаяю и щетки вот эти которые купил они чуть потолще с одной стороны одна сторона 7 миллиметров с другая 8 такой коллектор вот старый который был кусок тут просто вот эти по откусывали аккуратно и потом сюда вот так его поставили видать и сюда вступили чем вот сюда видно здесь вот здесь как удар был ну так вам сюда стукнули чем-то и он раскололся старый и снялся чтоб его как бы ну вытаскивать видимо туго сидит что ли может не знаю сделано точно так же как на уазике такая же система тоже так вот как шариком таким сделан а здесь суконка тоже по бокам там допрессован все сейчас туда немного капну масло тоже чуть смажу с обеих сторон сильно много только не надо чтоб тут это не текло потом тут нигде ничего а чё еще хочу добавить короче когда пришел в товары при каме-то покупать вот эти щетки то есть нашел и потом потом то смотрю там вот такие коллектора продаются всякие любых размеров через маленькие такие вообще какие-то вот такие маленькие примерно такого же размера так прикинул там где-то 1000 рублей стоит 900 чем-то получается можно было там даже купить самому сделать я буду знать уже тут они еще вам пропаяли вот эти контакты получается вот этот провод сюда вставляется этот язычок загибается еще пропаяли ну тут видно что они вот видно при загибе вот здесь на язычке вместе загиба там как он трещина такая он они все потрескались вот этот коллектор который заводской то стоял он не пропаяна было ничего тут просто с было зажато и все как загнута так заплющена и зажата туго никакой пойти не было на заводском здесь уже как бы это пропайка идет никак по заводскому сделано короче ну лишь бы не отпала ничего тут да надеюсь наверно не отпадет короче ремонт такой не очень по косячному немного но лишь бы работала ладно все делаю сейчас и смотрим дальше что получится мне так ну вот и все припайка закончилась такой вид получился вот эту клемму доставал отсюда тут доставать ее надо чё-то тоненькая какой-то гвоздик маленький такой тонкий вот сюда засовываешь сверху там язычок такой пластмассовый вот в этом корпусе он отгибается и клемма достается сначала думал с этой стороны надо вот ну что-то думал ставить сюда что оказывается но обычно язычок прямо на клемме железный на наших вот сделан здесь наоборот на корпусе а да еще перед этим обточил сначала вот эту сторону и вот эту с этой стороны напильником вот таким напильником но напильник просто так руками держал это поточил подачил их нас посмотрел там ровненько чтобы другой стороны потом с двух сторон все можно собирать движок да здесь еще смазал здесь масло налил на смесенки опять на нем как в уазике дело тоже также пропитала сейчас это вытеру и там тоже собираю смотрим дальше тут пришлось немножко мне подточить только щетки вот эти концы щетка смещена немножко так вот ну сторону это сюда это чуть-чуть сюда но видимо как-то по направлению вращения что вот так вот это сделано и она должна быть щетка тоже должна быть немножко под углом вот так срезана и вот я и напильником просто подправил тут и тут немножко здесь она потом обточиться на место встанет и нормально вы чё щетки заряжу кручат вот это на пружинку сюда вот так вот и раз покажу раз все зарядилась и другой стороны также сейчас все щеточки как раз подошли мая толстас почти до верха они получились как раз самое то такой же размер какой нужен так чё все собрал вижу готов к установке так ну чё проверяем включая зажигание так чё во жужжит добавим побольше нюх ну чё все напор какой да чуть не забыл поставил еще вот эту как она назовена шумоизоляцию поролоновая такая такой двигатель можно ставить на место и ехать зима будет теплой машине так сказать так сейчас еще немножко покажу так ну чё вот и все поставил делов времени на сколько минут пять какой пять минут три минуты ушло все поставить шумновато немножечко так моторчик работает как пощелкивает чуть-чуть но это мне кажется из-за того что щетки как бы не родные получается я еще там подтачивал они ну как сказать не притёрлись еще в процессе работы они как бы притерутся и нормально будет так на все на этом буду закругляться моторчик сделал меняйте коллекторы в магазине благо они продаются даже можно саму поменять по идее это я тут как бы тупо ну немножко но я просто не знал что где-нибудь где не продаются сейчас бы узнать если чё так я сам поменяю в следующий раз в принципе там ничего такого сложного нет аккуратно главное делается моторчик тем более такой тот разу одну разбираем и не как бы его можно разобрать есть макет какие-то есть моторчики говорят они не разбираются там как-то так ну все сделано короче крышка там не разбирается не снимается ничего сложно разобрать будет уже сложнее или по идее сама можно разобрать конечно ладно все всего хорошего удачи и до новых встреч вот такой видос был так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok